МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, если Варфоломей и, значит, Вселенский этот собор отменяют решение о передаче киевского патриархата в Московский 1686 год. Представляете, такого никогда не было, чтобы отменять акты за 400 лет назад. Вообще дикость. Хорошо. Давайте мы то же самое сделаем. У нас был акт 1654 года о присоединении земель в Запорожской Сечи, занятых казаками, во главе с Богданом Хмельницким, 80 тысяч. Он просил русского царя взять в реестр. То есть наслежание. Жалование, корм скоту, лошадям и так далее. Мы их взяли. Но это была маленькая область, как и сегодняшняя, Запорожье. Все остальное-то им подарили коммунисты. Опять об этом молчок. Донбасс подарил, Сталин, Крым, Хрущев подарил. И все остальные земли. Сталин подарил в 1945 году целую западную Украину. Давайте отменим акты. Все акты. Раз они отменяют акт, и мы отменяем акты. Будем считать все это земли русскими, с русскими православными гражданами. Сегодня в программе монополия на алкоголь, табак и сахар, национализация торговых сетей, продовольственная безопасность в рубрике «Политдневник». Территория без границ. Как должны работать законы об интернете и в интернете? Вадим Деньгин, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в рубрике «Слово депутата». Лекция Жириновского в МГУ. Студентам-социологам о будущем России в рубрике «Панорама». Что нам стоит дом построить? Оказывается, не так дорого, как могло бы показаться. Жириновский о реформе ЖКХ. Прямо сейчас. В главной теме. В Госдуме состоялось заседание Молодежного парламента и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Заседание прошло в рамках круглого стола по господдержке молодых семей и созданию федеральной программы строительства жилья для молодежи. Владимир Жириновский предложил идеи ЛДПР по решению проблем в сфере обеспечения жильем. Вот 60 – это лучшая форма, чем ипотека. Ибо вы сами организовываете кооператив, вы сами определяете строителя, вы сами документы выбираете. Это все-все. То есть надежно. Но и здесь мошенники влезли. Они отнесут кооператив на тысячу человек. Люди не знают никого. И получатся, крутись в ипотеку. Что дочь проигрывает, что пащет в кооператив. Кооперативы создавать по месту работы. Там, где вы друг друга знаете, и там жулик не пролезет. Еще одно предложение ЛДПР – это создание госпрограммы по строительству недорогих частных деревянных коттеджей. Давайте 100 метров квадратных деревянные дома. Коттеджей массовая, массовая, она будет дешевая. Если будут снова образованы домостроительные координаты. Это будет 300 тысяч стоить дом, 400 тысяч. И рассрочка на 10 лет. Это хорошее слово. Рассрочка платежей. Зачем ипотека? Зачем банк? Зачем залог какой-то? Вы не с ним первую снос, допустим, живете уже из арбата, высчитывают на этот счет местного территориального управления, не строят, допустим, переходят деньги. Но это все промежуточные ходы в поиске решения жилищного вопроса. Позиция ЛДПР на будущее более радикальна. Объединить строительство, эксплуатацию и продажу жилья в одних руках. Руках государства. Пускай не строят. Министерство строительство, жилищно-коммунальное строят, эксплуатируют, убирают все управляющие компании, если они обрабатывают. И продают. У вас выбор будет. У вас мало денег за миллион рублей в квартирах. Вы начнете с такой квартиры, разбогатеете, потом продадите, купите за 5 миллионов, разбогатеете за 20 миллионов. Но вы ни с чем не обязаны. Вам дают смотровой орган, выбрали, совплотили, принесли кредитацию из банка, получили ключи. Это была самая лучшая форма. 80% производства продовольствия в стране занимают иностранные компании. Полуфабрикаты, мясная гастрономия, напитки, молочные, кондитерские изделия и мощная продукция находятся в руках транснациональных корпораций. Такая ситуация таит в себе большие угрозы для общества. Вот полностью прекращают поставку, а у нас, допустим, своего не хватает. Мы живем из расчета поставок из-за рубежа. Поэтому сегодня продовольствие – это страшнее, чем самое современное оружие, чем любые теракты. Ибо сегодня отравлению подвергаются сотни тысяч, миллионы людей. Потом это доходы. То есть вред со всех сторон. Вред здоровью. Значит, удар по финансам. Значит, невозможность развивать нашим людям по отдельным направлениям. Все, что может увеличить продовольствие и так далее. То есть никакой пользы нет. Мало того, это просто какие-то диверсии. Допустим, они используют наши марки. Мишка на севере конфеты, шоколад российский или еще что-то. На самом деле производят они, а потом берут, допустим, поджигают шоколад российский, а он черным дымом идет. И говорят, вот видите, какие товары производятся в России. То есть это еще и идеологическая диверсия. Люди думают, что все российское плохое. Для решения вопросов продовольственной безопасности необходима мощная протекционистская законодательная база, которая защитит российского производителя. ЛДПР не первый год предлагает национализировать все торговые сети страны. Частникам же можно разрешить лишь небольшие розничные магазины. Поэтому обязательно, значит, принимать меры по резкому ограничению любого иностранного продовольствия и лекарств на нашем рынке. Это нужно через законы делать. У нас нет ни одного государственного магазина, ни одного государственного ресторана, столовой, кафе. Все в частных руках, а внутри частного сектора все в руках иностранцев. И вся эта продукция низкого качества и практически отравленная. Поэтому надо все торговые сети национализировать, создать министерство торговли, чтобы в городе было управление торговли, московского правительства, была сеть столовые рестораны, и можно под контролем государственных органов какой-то частный сектор. Но производить продукцию, конфеты, шоколад, мы все сами можем делать. Зачем мы завозим из-за границы? Зачем марки наши продаем им, когда они потом производят под видом наших марок, потому что покупатель привык, но доходы уходят туда. Дания, Голландия, Франция и так далее. Возьмите, прохладительные напитки. Все скупили иностранцы. Все заводы в их руках. То есть небольшие налоги, они здесь платят, а основная прибыль уходит туда. Вода наша, сырье наше, рабочее наше, все наше. Марка наша, а деньги туда. Это экономически невыгодно. Морально, политически, с точки зрения безопасности. Еще одно предложение ЛДПР по продовольственной безопасности – это государственное монополие на самые потребляемые товары в стране. С этой идеей Жириновский выступает с парламентской трибуны уже больше 20 лет. Возьмите самые потребляемые продукты. Алкоголь, табак и сахар. Сахар имеет в виду все экономические изделия. Давайте национализируем. Я вас уверяю, 40% бюджета. Мы забудем про доходы от нефти. Продовольствие будет основной доход. Поэтому здесь нужен хозяин в лице государства. Особенно учитывая огромные расстояния. Кто из Камчатки на Чукотку что-то повезет? Невозможно. Кто на север что-то повезет? Кто даст тепло всей стране? Поэтому госсектор должен быть превалирующим, доминирующим 80% и значит вот продовольствие должно до 100% доходить в руках государства. Потому что иначе это просто опасно со всех точек зрения. То, что интернет требует тщательного и взвешенного законодательного регулирования сегодня для многих очевидно. Тем не менее продолжают раздаваться голоса, что онлайн пространства должно быть освобождено от какого-либо давления государства. О позиции ЛДПР в этом вопросе рассказал Вадим Деньгин, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Для большинства наших граждан интернет вообще неизведанное пространство, потому что нас этому никто не учит. Мы покупаем сим-карту, подключаемся через провайдера в интернет, домой ведем, через вай-фай мы его раздаем или напрямую через компьютер. И вот мы уже специалисты интернета. Никто нам не рассказывает ни о правах, ни о обязанностях, ни о поджидающих проблемах, ни о мошенниках, ни о том, что можно в интернете, а что нельзя. И с точки зрения государства не ведется никакой в данном случае пропаганды. Пропаганды в хорошем смысле слова, потому что я все-таки привержен с того, чтобы интернет не путали, в интернете не путали свободу со всей дозволенностью. Свобода должна быть безусловно. По мнению Вадима Деньгина, все агрегаторы, поисковые системы, вне зависимости от своего местоположения, вещающие на русском языке, делают это для России. Поэтому и подчиняться должны российским законам. Не все с этим согласны. И далеко не все согласны иностранные компании. Потому что нет определенности, что такое интернет. И, соответственно, появляются какие-то законы, и они рождаются исходя из ситуации. Но надо понимать, что так как интернет идет с мимильными шагами, мы не успеваем. И уже принимая законодательство сейчас, интернет убежал на миллионы шагов вперед. И в этом наша проблема. Будет ли так в будущем, что мы будем успевать за интернетом, пока очень сложно говорить. Но мы должны понимать одно, что гражданин в интернете должен быть защищен. С 1 января вступил в силу закон, регулирующий деятельность мобильных мессенджеров. Этот закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Согласно закону, доступ к ресурсу может быть ограничен на основании судебного решения. Вот, допустим, возьмем такую социальную сеть, как Twitter. В Twitter можно заблокировать любого пользователя, и это никоим образом не повлияет на деятельность других. То есть, они также будут продолжать писать в общую ленту, и проблем с этим никаких не будет. В мессенджерах несколько иная технология. Она зависит от технологии P2P, то есть, это шифрование друг к другу. То есть, если мы с вами общаемся, происходит шифрование. И если мы останавливаем кого-то из нашего диалога, то мы должны остановить весь мессенджер, то есть, всю работу этого приложения. В ЛДПР уверены, что подобных поспешных решений в законотворчестве, направленном на регулирование интернет-услуг, можно было бы избежать, и способ прост, максимальная прозрачность процесса создания законов и предварительное широкое общественное обсуждение законодательных нововведений в сфере интернета. В МГУ на социологическом факультете лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который, кстати, является штатным профессором Московского университета, прочел лекцию о реформировании госуправления, а также настоящем и будущем внешней и внутренней политики России. Ни в коем случае мы никогда не вернемся к однопартийному режиму. Он возможен в случае большой войны. Нужна будет тотальная мобилизация, всем заткнуть глотку, которые пытаются нас сориентировать на Запад или расслабить страну, если вот такое что-то страшное произойдет. Но этого не произойдет. Поэтому обязательно будет, но будет более твердый многопартийный режим. Условно Единая Россия консервативная партия, левые все объединятся, социал-демократическая партия и ЛДПР. Вот трехпартийная система. Также, по мнению Жириновского, должны быть изменены конституция страны, территориальное деление и управление территориями. Государственное устройство, другая конституция, должно быть только географические названия у территориальных единиц. Губерния или область, все. Автономный круг, автономная область, республика. Вот 40 губерний и 40 губернаторов только назначать. Во всем мире назначают губернаторов. Почему их выбираем? Опять левацкие заскоки. Амнистия всеобщая, политическая, экономическая, финансовая, уголовная. В тюрьмах останутся только воры, мошенники, убийцы и наркодилеры. Все остальные на улицу, домой, колония-поселение, штраф. Но тюрьма делает нового человека, рецидивиста. 70% возвращаются в тюрьмы. Зачем их там держим? Внешнюю политику России тоже ждут изменения, уверен Владимир Жириновский. Никакой Украины, Ближний Восток и Корея обо всем договориться с американцами. Такие бартерные сделки. Мы им помогаем Дальний Восток, они нам закрывают глаза на Украину. Вся Украина после референдума по согласию возвращается в состав Российской Республики, нашей. Новороссия в любом случае вернется, как Донбасс и Крым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова